Посмотреть на Минск под ракурсом в стиле ретро готовятся автовладельцы и автолюбители. В столице в середине мая стартует масштабный фестиваль машин, возраст которых только поднимает их ценность и рейтинг. 18 мая у нас пройдет очередной 12-й международный слет ретро-классических автомобилей, которые проходят в городе Минске. У нас будет две стоянки, это площадь Гербаев-Лага и Октябрьская площадь. Организаторы два общественных объединения Автоамерика и Белорусский Республиканский Союз Молодежи, естественно при поддержке администрации президента, ГУВД Мингурусполкома, всех соответствующих структур. Министерство спорта и туризма все нам помогают, потому что уровень международный, у нас очень огромное количество гостей. Здесь участники фестиваля инвестируют не только в автомобиль, но и в его историю. Машины сначала говорят о своем владельце, а спустя некоторое время буквально воспевают эпоху, становясь любимым трофеем нового заботливого хозяина. Любой автомобиль, он по-своему интересен. Вам надо прийти и посмотреть. Кому-то нравится советский автопром, кому-то нравится Америка, кому-то нравится Европа. Мы не обобщаем, то есть у нас нет целенаправленности какой-то вот американский или еще что-то. То есть все машины, которые интересны. Самая молодая машина будет это Форте 1908 года выпуска, понимаете. Иногда бывают машины вот такого плана, не эксклюзивные, сами по себе интересные. Линкольн, Таункар. То есть машины могут быть и современные. Если они выпущены минимальным тиражом, их не увидишь каждый день в городе на улицах. Если они интересны, то есть почему бы и нет? Почему нельзя сделать красивую экспозицию, красивую колонну, проехать по городу? Вторая жизнь автомобиля вполне реальна. Причем она может быть даже лучше первой. Убедимся в этом уже совсем скоро. Мероприятие «Ретро-Минск» привлекает участников, привлекает иностранцев. Во-первых, оно проходит в прекрасную пару года. Во-вторых, оно проходит у нас в красивом городе. И самое интересное, что оно входит в тройку самых зрелищных, самых массовых мероприятий, проводимых на территории всего постсоветского пространства. К легенде прикоснулись Елизавета Крошинская, Олег Шинкевич, Денис Пугачев. Наше утро.